Доброго времени суток YouTube! Уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые психофизиологи! На своих экранах вы видите одну из шести карточек детского варианта методики закономерности. Всего у нас их четыре таких варианта этой методики. На вашем экране один из четырех вариантов, именно первый. Установление закономерности событий. Давайте я вам покажу, открою секрет, покажу вам все шесть карточек. Так вот они выглядят. Ребеночку дается инструкция, он должен установить закономерность. В данном случае самое простое понятно. То есть мы здесь видим зеленую грушу и зелененький тополиный лист. Соответственно здесь у нас желтенькая груша. И здесь мы должны подставить с тобой, говорите вы ребеночку, желтый тополиный лист. Таким образом, там инструкция, я сейчас ее произнес неправильно. Она формализована, четкая произносится ребенку, унифицирована для всех и всегда. Соответственно всего шесть карточек. У них очень странная геометрия у этих карточек. Если мне не изменять память, а память мне не изменяет. Размерность этих карточек составляет 76 на 63 миллиметра. То есть они очень хитрые эти карточки. Делать их больше или меньше или какими-то другими нельзя ни в коем случае. Повторюсь еще раз. 76 на 63. Вот такая интересная методика. В следующих видео я покажу еще несколько методик закономерностей. То есть их несколько всего. Четыре, если быть точным. Собственно на этом все. Если у вас будут какие-то вопросы, звоните, пишите на WhatsApp, на электронную почту. Мы эту методику реализуем за сущие копейки. Она должна быть у каждого детского психолога. Да, как всегда в конце я забыл упомянуть, что вот этот вариант методики используется для детей 8-9 лет. Другие варианты для других возрастов. А вот этот вариант методики для детишек с 8 до 9. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.